Всем привет, мои хорошие! Мы начинаем с вами новый влог. Сегодня я вам передаю приветики с лесной опушки и солнечного мартовского денька. Природа не перестает удивлять и радовать. Здесь я вам в прошлые выходные показывала это поле. Она сейчас с утра, мы опять сюда приехали. И они так красиво все распустились, они такие лапочки. Они называются, по-моему, печеночница и перелеска. В интернете можете посмотреть, я написала первоцветы в Тверской области фиолетовые. И вот картинки мне показали. В общем, здесь их очень много. Вся полянка залита солнышком. И вот эти сиреневые островки, это цветочки. Их здесь очень-очень много. Вот, я постараюсь сделать этот влог максимально-максимально позитивным. Потому что мне очень хочется вам дарить частичку тепла и радости. Так что новый влог. Эти выходные, девчат, будем проводить в деревне. Потому что у мужа нет работы. Фитнес-клуб все закрыли. Меня тоже отпустили на вот эти вот выходные по приказу президента. И сначала я честно вам скажу, это меня все не обрадовало. Но в какой-то момент я нашла в этом... Вы смотрите, как классно. Сейчас сяду на эту лавочку. Мы с вами поболтаем. Конечно, пугает вот это вот, пугает неопределенность, что будет дальше. Но сейчас очень важно, в том числе, для поддержания иммунитета, это ваше настроение, ваши эмоции. Потому что страх и паника, они однозначно разрушают иммунитет. Мы с вами поменять ничего не можем в происходящем. Как можем? Я стараюсь настраивать на какую-то чистоту. Правда, верю в свет, верю в добро. Вот этим я стараюсь помочь. Но принимаем эти обстоятельства и находим в них пользу. Польза в том, что мы с вами можем побыть со своей семьей. Мы можем убраться дома. Мы можем прочитать книги. Мы можем действительно посмотреть фильмы, какие-то, которые давно хотели посмотреть. У меня просто не было времени. Я с собой сюда привезла три книги. Приеду, сейчас покажу. И я это давно заметила, точнее, мой муж. Когда вот начинаешь хандрить, что-то унывать, все, обязательно какая-то болячка прицепится. Поэтому, девчонки, сохраняем баланс, сохраняем вот эту внутреннюю гармонию. Мы нужны своим родным, своим детям, своим близким. Поэтому давайте будем для них солнышками, поддержкой. Не унываем. Не вешать нос Гардемарины. Один из моих самых любимых фильмов. Так что не вешать нос. Будем использовать это время с пользой, с пользой для... И вам вот такую вот гармонию. Природа все течет своим чередом. Вот хорошо. Едем домой, покажу книги, которые привезла. Очень давно хотела их прочитать. Ну, все как-то это. Времени нет. А тут, думаю, прям вот надо, надо, надо развиваться. Как-то обогащать свой словарный запас. Потому что, ну, все равно на работе в основном, как бы, одна и та же терминология. Да, вот идет. А хочется как-то... Слушаю порой других блогеров и какие-то слова такие, они необычные. Вроде необычные для своего вот лексикона. И хочется мне, конечно, тоже свою речь обогащать, не забывать. Потому что русский язык, он очень действительно богатый и красивый. Так же, как и наша природа, нашей огромной родины. В каждом уголке она такая своя, самобытная. И я вам скажу честно, я вот не сразу полюбила природу в Тверской области. Она все же отличается от той природы, где я выросла, где пришло мое детство. Но сейчас я настолько от нее просто балдею. Мне кажется, это так все красиво. Обожаю Волгу. Я росла в Макадании, и у нас Охотское море. Для меня была очень важна близость моря, несмотря на то, что оно холодное. Это воздух, это вода, такая сила. И я, конечно, очень скучаю по морю. Но я вообще водный знак, я рыбка. Для меня важно очень быть на воде, видеть ее, смотреть, созерцать, слушать. Делюсь с вами частичкой вот нашего такого красивого места. Мох, песок. Где лед? Вот это все лед? Ну-ка. Дай, потише, дай я звук вот этот сниму. А, это так, вода. Корочка? Так необычно. На самом деле, я впервые наблюдаю такое природное явление, когда вот вода пробивает корочку льда, и получается вот этот звук. Как будто скворчат эти кузнечики. Вот этот звук от встречи воды, с водой в замержанном состоянии, именно льдом. Так прикольно вообще. Тут можно вообще сидеть и зависать, за этим всем наблюдать. Где-то она подальше пробивается, так тык-тык-тык-тык-тык, фонтанчик, и он вот так же начинает вот так вот кругами вот так вода расходиться. Там вот я видела такое. Вот слышите? Прикольно, короче. Да, вон мои кинули шишку, и она осталась на поверхности воды. Ребенок развлекается. Что-то, Анна, лед бьешь. Травинки, муравинки. Илюша, аккуратно надо помогать, сами справимся. Вода холодная очень. Какая мощь. Вот такие вот у нее ноги, это сосна. Она стоит на самом берегу, и, видимо, когда того угла выходила из берегов, получается, что таким образом она поднула корни. И вот так вот теперь выглядит. Да, мой хороший, догоняй. Вот так вот выглядят корни сосны. Да, доченька? Какой у нее тут есть корень? Илюша, аккуратно, здесь очень высоко. В сравнении с этими корнями. Вот, видите, это часть, часть корня. Там дерево само. Тут кошка моя. Хихотушка. Неселушка. Аккуратно, котик. Вот такие вот огромные корни. Ничего себе. Сама поражаюсь. Поражаюсь габальдом. Безин, который называется «Да». Я сейчас иду в него впервые. Так называется супермаркет. Супермаркет. Ну, пойдем поглядим, что за супермаркет. Да, пекарная у них там, что аппетитненько. Яйца молотая по 29. Сколько здесь? 140 грамм. Возьму две упаковочки, потому что люблю кашу овсяную с корицей. Вот, сода мне нужно очистить. И для чайника лимонная кислота. Покажу вам, что с собой привезла из города вот на эти выходные длинные. Как и говорила вам, книжки взяла. Я всегда читаю параллельно несколько книг. Взяла маленькую книгу Лаки. «В поисках секретов счастья самых счастливых людей». Это у нас про Хюги. В Хюге секрет датского счастья. Я уже тоже ее читаю. Там закладка. Гюзель Яхина. «Дети мои». И когда-то давно начинала читать. Ну, примерно, может быть, одну пятую прочитала. Потом как-то забросила. Неудобно с собой носить. Очень тяжелая книга. Но сейчас я настроена прям взяться за чтение. Это Эйн Рент. «Атлант расправил плечи». Такая большая. В общем, интересно почитать. Так, фикс прайс еще вам покажу. Дочка выпросила. Вот просто главное, знаете, выпросить. И забыла тут же. 199 рублей. Вот такой блокнот. Конечно, такой он миленький. Антистресс. Пандочка. Странички в нем. Клеточку. Сейчас, если забудет, я его себе возьму. Для записи я выписываю какие-то мысли меня вдохновляющие. У меня на работе такой блокнотик. Я иногда ищу там какие-то, ну, именно по работе что-то записываю. Но параллельно, когда вижу вот эти вдохновляющие меня цитаты, слова, у меня как-то так расправляются плечи. В общем, может быть, я его сейчас себе заберу, потому что дочка про него уже забыла. Классный есть. Там есть хэппи, есть смайлик желто-оранжевый. Прикольные такие блокнотики. Прикольно так вот сидеть, медитировать. Привезла Дерсенваль, как говорил Пушкин, быть можно, дельным человеком и думать о крысе ногтей. В общем, не хочется думать о своем таком, так скажем, на данный момент можно посвятить всестороннему развитию личности и развитию, ну, каким-то расширением кругозора. Книги дают нам знания, дают нам опыт благодаря своим героям, да, то есть какие-то истории. Нужно читать, читать люблю. За внешностью своей по ухаживанию привезла вот этот свой импульсивный массажер Дерсенваль. Я делаю для лица такие микротоки, они... Действительно, я заметила, что упругость кожи повышается, цвет лица улучшается. В общем, буду делать Дерсенваль. Затем я буду использовать вот такую ампульную косметику Тиана Лабораторис. Взяла с собой экспресс-восстановление. Там такие маленькие стеклянные микрокапсулы. И взяла несколько тканевых масок. Что я там прихватила? Я взяла от Эсфолио с муцином улитки маску. И вот такую тканевую от Фитокосметика, на которую антиоксидантная. И вот такой у меня еще антидепрессант на работе мне подарили. Миндаль и трюфельный крем. Чоколадка. Чоколадку я сейчас заберу с собой. Здесь у меня еще вот так. Это я вам показывала. Масочки буду делать. Вот это моя сейчас на данный момент самая любимая жвачка. Ментос. Естественно, белизна с клубничкой. Вкус клубники. А это мой самый любимый дезик. У меня здесь он закончился. И вот я купила. А, сейчас вам... Закончился у меня вот такой. Как раз вам его покажу. Брала тоже фикс спрайс за 99 рублей. Это леди спинстик аэрозольный с малиной. Так, в принципе, он от запаха пота защищал. Но, знаете, он настолько... Когда его распыляешь, его настолько много, что нужно чуть ли не нос зажимать, чтобы просто не начать чихать. Я не очень люблю такой формат. Но, в принципе, аромат у него приятный. Со своей задачей справляется. Вот все показала вам с честной стоимостью. Выбрасывая, потому что составляла для пустых баночек. А вот этот вот мой самый любимый активный контроль. Горниер Минерал. И он почти нейтральный запах. Но держит хорошо. В общем, со своей задачей справляется на все сто. Покупаю в основном только его. В крайнем случае, либо вот когда что-то любопытно попробовать, либо нет. А нужно срочно. А так это вот мой самый любимый дезик. Вот такие его делишки. Заезжали в садовый центр Дарвин. И я взяла несколько сортов клубники. Так, вот этот вот называется полка. Сейчас мы ее до середины апреля где-то поместим. Вот в эти временные такие грядочки, клумбочки. Насыпали землю. Вчера консультант мне сказал, что вот это надо обрезать. И немножко корни. Вот так что будем сейчас заниматься. Так, этот сорт, вот этот называется полка. А этот называется сальса. Этот тоже называется, но я не скажу как. Потому что в свете этого всего я даже... Что-то вчера не обратила внимание на название. Ладно, давайте скажу, что он называется корона. Но мне очень понравилось обесцание этих ягод, этого сорта. Поэтому я вот всех штучек взяла по 10. По 10 кустиков. Вчера с дочкой заходили в магазин FixPrice. И когда вернулись, я отсняла вам это включение про покупки FixPrice. Но сегодня стала пересматривать. И у меня, в общем, телефон был перевернут. И неправильно я отсняла этот кадр. Не в горизонтальном положении. Пришлось удалить. Давайте я вам покажу косметические покупки. То, что вот у меня осталось. Потому что там в основном были у меня продовольственные. Мы берем не молоко. Мы берем йогурты. Берем кукурузные чипсы с сыром FixPrice. Клипцы там прикольные. С отрубями по 11 рублей. Приесок детский. В общем, такие самые выгодные цены. Вот дочка мне подсказывает, что мы еще берем там для нашей кошечки вискос. Купили дочке блокнот такой, знаете, с пайетками. Прикольный вот такой антистресс. По-моему, я его вчера вам показывала. Тебе ножницы там понравились? Ну, не стали пока покупать. Ножницы есть. Они просто действительно прикольные. А что из косметики? Я всегда беру там вот такие влажные. Другой раз. Сейчас не те времена, чтобы это. От КТ детские. Салфеточки берем влажные. Здесь 20 штук. Вот они мне очень нравятся. Всегда их там покупаю. Еще беру антибактериальные зеленые, но мы их оставили в машине. Появился на полках FixPrice Herbal Essences. И такой вот ребрендинг. Шампунь моей молодости. Немножко по-другому выглядела. Но всегда были потрясающие ароматы, одушки. Вот. И вот он возвращается. И самая выгодная цена. FixPrice. 149 рублей стоил вот такой вот тюбик. Что мне тоже привлекло. То, что произведено во Франции. В общем, такой французский Herbal Essences. Белый грейпфрут и мята. Шампунь для объема. Меня привлек аромат. И вот вчера и сегодня я помыла им голову. Мне очень нравится, как выглядят мои волосы. Единственное, я не видела, есть ли там такой бальзам. Потому что мне, конечно, для кончиков волос нужен бальзам. А так, в принципе, не знаю чего, но даже вот здесь, в деревне, у меня достаточно просто шампуня мыть без бальзама. Волосы мягкие. И взяла маску от Фитокосметик, которая называется Угольпров. Маска для лица. Детокс, омоложение, эффект ботокса. Я такую масочку уже неоднократно заказывала на официальном сайте производителя. Фитокосметик.ру. Она только единственная, что была в другом формате. И я вижу эффект, она действительно очищает и устраняет следы усталости. И активные компоненты здесь кокосово-активированный уголь, вулканическая глина, камчатская термальная грязь и масло чайного дерева. Вот здесь вы можете посмотреть, поставить на паузу, посмотреть аннотацию, что для чего. И вот эта серия Угольпров, это такие современные средства по уходу с лицом, телом и волосами. Здесь, ну как бы, да, они соединяют вот эти все полезные свойства активированного угля, очищающих растительных ингредиентов. У меня тут суфлёр постоянно мне подсказывает, что сказать. Анют, ну пожалуйста, просто одевайся, тоже хочется очень в процессе участвовать. В общем, хохотушка моя. Вот здесь вы можете посмотреть способ применения и состав. Мне эта маска очень нравится, то есть я уже не первый раз беру, точнее третий. Повторяю, а предыдущий использовала прямо до донышка. В Фикс Прайс также появились прикольные скрабы для тела от Фитокосметик. Но так как сейчас баня закрыта, мы ходим в общественную баню, я пока не стала покупать. Вот как всё наладится, всё откроется и мы пойдём в баню, я приобрету. Цены хорошие. Вот эта маска стоила 55 рублей. Нежнее, да, я подстригла волосы, мне сейчас дочка. Дай покажу расческу, котик. У нас здесь такая с тобой яркая, очень весёлая расцветки Тангл Тизер. Не скажу, что... Ну, купила тогда, когда вот очень её хвалили. В принципе, нравится, но мне кажется, что она мои волосы электризует. Ну, в принципе, нормальная расческа, да, Аня? Что о ней сказать? Тебе нравится такая? Да. Дочке нравится? У меня свой и суфлёр, и свой парикмахер. Главное, меня не трясите, а то кадр будет трястись, это не очень хорошо. В общем, мы приводим себя в порядок, расчесываемся и идём пить кофе, да, Анюта? И чай. И чай. В общем, мы идём завтракать. Так что у нас доброе утро, потом пойдём гулять, что увидим, вам расскажем. Здрасте, дайте. Здрасте, здрасте. Такой приветик нам кто-то оставил, он про любовь. Мы любим жизнь, мы любим природу, мы любим... Сейчас включение про то, что пение птиц – это любовь. Послушайте, как они поют. Несмотря ни на что, весна. Весна, хорошая погода, солнце, птички поют. Я вас люблю. И нам кто-то тоже, видите, оставил такое сердечко, сказал, что всё будет хорошо. Люди, любите друг друга. Будьте добрее. Матюшка мне каждый день дарит вот такие стильные букеты сухоцветов. И посмотрите, мы ещё остановились, чтобы вам показать мать-и-мачеху. Вот так вот тоже это... Давай. А, палку, да, Анюта. Вообще в этих краях водятся змеи. Я видела сама несколько раз. И сейчас стала наклоняться, чтобы вам цветочек заснять. И такой шорох-шорох. Я думаю, неужели они проснулись? Вот они тоже очень часто в сухой траве. И мы берём обычно палку. Подержи букет, дочь. А мне палку дай. Я палочкой буду. Вот. Вот она, математичка. Как солнышко, да? Она прям тянется к солнцу и похожа на солнце. Ещё весны. Тут у меня математичка и вербочка. Вот она какая. Жёлтенькая, пушистенькая. Она ведь такая большая. И уже вот такая вот. Скоро будет верное воскресенье. Скоро Пасха. И она во всей красе. Муж мой делает такую же годную стрижку с осен. Убирает такие сухие веточки. Какие-то больные веточки. Вот. Видите? То есть она забирает сок, но она получается, мешает здоровым веткам получать питание. Так что идёт тут полным ходом стрижка. Он себе купил какие-то модные вот такие вот. Фискарс говорит, что это самый лучший инструмент, по его мнению. И тут вот стремянка пошёл пить. Он сейчас чай. А я тут как раз вам расскажу про процессы. В общем, убирает лишние ветки. И которые вот мешали заходить сюда в калитку нам. Потому что разрослась она. Девчули, посмотрите, какое колоритное место мы нашли с дочкой. Мы ездим сейчас на велике. В общем, здесь такой плетёный забор. Дочка мне подарила букет. Мы сейчас поставим его в вазочку. И вдоль тропинки здесь очень много вот этих солнышек. Жёлтый цвет, он вообще дарит такую радость, позитив. Вот, а мы поедем поставим наш букет в вазу. Маленькие. У меня тут есть вазочки. Такая вот красота вокруг. Котик, как же мы с тобой их это повезём? Ну, сейчас что-нибудь придумаем. Вот. Вот вам солнышки. Делюсь. Девчонки, я как обычно самостоятельно создаю тут всякие настроения себе, своим близким. Собираю простые полевые цветы. Вечером хочу зажечь свечу. По-моему, она называется лимончелло. Это лимонный такой аромат. Икеевская свеча. Вот такие солнышки мы с дочкой набрали. Это кружка для специй. Была. Но что-то специй. Вот она, кстати. У неё крышечка. Сейчас вам покажу. Не очень мне получилось. Эту соль через неё. Я оставила как раз для полевых букетов. И вот так это всё смотрится. В руках у меня букет. И это называется перелеска благородной. Либо печёночница. Тоже там мне вчера дочка в лесу подарила букет. Мы довезли его. И видите, поставили водичку. Вон водичка. И он так хорошо сохранился. Так что не ждите чудес. Чудите сами. От нас, с моей дочкой Аней. Вам вот такие вот цветочные приветики. Если будут грохотать, это у нас такой ветер. Что-то разыгрался. Я зашла в тепличку. Здесь вот временное такое жилище у клубнички. Проведать пришла. Ну, вроде всё бодрячком. Всё нормально. Дай бог, дай бог, что всё было холосом. Ну, я вечерком её полью. Тёплой водичкой. И закрыла её в теплице. Потому что на улице пока прохладно. Вот такая у нас погода. 30 марта идёт снег. Я открыла окно. Просто обалдела. Пошла спасать свою клубнику. Принесла её в топочную. Ну, так в тепличке было тепло. Не ожидала я, что, конечно, после такой... У нас было плюс 17. И вот такой снег. В общем, я сейчас смонтирую это видео. То, что поснимала. И на самоизоляции, на карантине. Буду снимать тут что-нибудь. Не знаю, либо неделя влогов будет. Либо просто каждый день буду что-нибудь снимать. И потом это всё скомпоную во вложек. Спасибо, что были со мной. У вас... Не знаю, сейчас обниматься-то. Но виртуально можно. Обнимаю, целую. Верим только в хорошее. Всё будет хорошо. До новых видео встреч. Пока-пока.